Обычные, скоростные, экспресс, взрывные, надрезанные. Что же лучше? В этом ролике со своей бандой мы решили проверить, для какого вооружения, какой патрон подойдет. Мы испытали каркану с откидным затвором, револьвер, дробовик, да все что угодно. Все, с чем чаще всего играете, собственно, вы. Дискорд в описании, вступайте, перевозим телеги, помогаем новичкам. Приятного просмотра, с вами Готика и, конечно же, Сократ. Перед началом ролика скажу, что гличами, багами, накрутками, всей этой херней я не занимаюсь и заниматься не буду. Не надо мне писать по этим вопросам, как, что делать, чтобы получить бан. Мне это не интересно. Приятного просмотра все-таки. На протяжении всего опыта мы стреляли в грудь, под действием тоника третьего уровня и рагу. Для того, чтобы посмотреть по урону, что эффективнее, из таких патронов количество человек умирает. Мы использовали обычные патроны, для того, чтобы вы увидели разницу между, то есть это как отправная точка, с чем сравнивать. Обычные патроны с откидным затвором убивают цель с четырех попаданий. Следующие, после обычных, мы используем скоростные патроны. Как вы видите, чуть больше они наносят и магии, но при этом они и пробивают цель насквозь. Причем на всех видах вооружения. Надрезанные патроны увеличивают вашу точность, но при стрельбе и с откидным затвором, да в принципе с винтовки, ваша точность не имеет значения, по сути дела. Но опыт показал, что они наносят урон больше, чем даже скоростные. Экспресс патроны по классике убивают с трех попаданий, и поэтому на болтовку с откидным затвором лучше всего использовать именно их. Когда мы начали испытывать взрывные патроны, мы столкнулись с интересным багом. Человек, который находится в лагере, не в зависимости от того, а пущен флаг или поднят флаг, он бессмертен для взрывных патронов, причем любого вида оружия. Ну а разрывные убивают с двух попаданий, причем разрывные на любом виде оружия, будь то пистолеты, дробовики или еще что-то, они всегда будут убивать с двух попаданий. Видимо, это сделан баланс для того, чтобы каждый человек, который выбрал по себе оружие, ни в чем не был ограничен. То есть два попадания под полными тониками убивают цель с любого оружия. Пистолет, револьвер, откидной затвор, не важно. Ходил слух, что экспресс-патрон слабее, чем скоростной на самой длинной дистанции. Мы выбрали самую-самую дальнюю дистанцию и провели опыт между экспресс-патроном и скоростным патроном. Но этот миф был, собственно, развеян. Скоростной патрон на любой дистанции хуже, чем экспресс. Когда мы перешли к опыту над револьверами, несколько раз мы перезаписывали и делали заново, потому что пули регистрируют попадания, но они пролетают сквозь тело и попадание не засчитывается. То есть на моем экране мы видим, что идет попадание. На экране, соответственно, другого человека, на котором мы испытывали это, мы этого не видели. И это очень странно, потому что то ли здесь система сетевого сглаживания такая, то ли ПИНК не регистрирует рон. В общем, херня непонятная. И мы несколько раз перезаписывали видео, чтобы понять, какой же патрон лучше для револьверов или пистолетов. Надрезанные патроны увеличивают точность. И как на пистолетах, так и на револьверах, по идее, кружок, который сводится в центр, для того, чтобы пуля полетела четко по месту, куда вы целитесь, мне казалось, что этот кружок должен быстрее сужаться. И мы провели опыт, зарядив в один револьвер, соответственно, экспресс-патроны в другую надрезанные. А вы теперь попробуйте договариваться, в каком из пистолетов находятся экспресс-патроны, а в каком надрезные. Ведь, по сути дела, скорость сведения кружка должна быть больше. А вот в чем фишка оказывается. Значит, когда вы стреляете надрезными патронами, и ваш круг расширяется, то пули все равно более стремятся к центру, чем у экспресс-патронов, там, скоростных и так далее, и так далее. В этом-то и есть преимущество надрезанных патронов у лима, допустим, или маузера. Иными словами, если вы стреляете по головам, то, в принципе, через раскрас черный, то, в принципе, без разницы, каким патронам вы играете. Если вы играете в танкобилде, или, допустим, стреляете по тушкам, то, соответственно, лучше всего использовать надрезанные патроны, потому что они увеличивают вашу точность. Таким образом, пули, которые больше достигают цели и наносят урон, соответственно, лучше те, которые попадают вообще, а не те, которые наносят больше урона. А вот для карабина вообще, в принципе, без разницы, каким патронам вы пользуетесь, потому что при любых раскладах человек умирает только на 6 патронов. Это означает, что экспрессу недостаточно, чтобы убить с 5, а всем остальным, так сказать, слишком много. Таким образом, получается, что здесь надо идти на усмотрение. То есть, скоростные патроны пробивают цели, если за цель кто-то будет, он будет наносить док-ты-мак, надрезанно увеличивают вашу меткость, если вы не играете с раскрасчерным. Экспресс-патрон, в принципе, в бою, когда человек не использует тоник, то он убьет его быстрее. Но здесь же, опять же, в зависимости от ситуации. При испытании патронов дробовика, самые стандартные обычные патроны лучше, чем пулевые, потому что на дистанции, на которые пулевые патроны наносят большего урона, скорее всего, вы даже не будете использовать дробовик, потому что он убивает только с 8 попаданий. То есть, это вообще самый худший результат. Но да, он стреляет больше наностровно, чем дробь на такой дистанции, но тем не менее, это недостаточно даже, чтобы убивать врагов. Таким образом, лучше всего использовать огненные патроны на дробовике. И для того, чтобы убрать, нужно только самогон. Самогон покупается в модель Назар. Либо просто обычные стандартные патроны. Собственно, мы и решили проверить все патроны. Мы вам показали. И для нас было большим удивлением, что экспресс-патроны не так сильно доминируют у пистолетов и карабинов, нежели как у винтовок. И это было огромное открытие, особенно с меткостью. И если вы стреляете в тушку, допустим, ботов и так далее, я все-таки советую использовать надрезанные патроны. Спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Еще много-много интересной информации.